МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Диана Васина в ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 200 тысяч рублей за 4 упаковки таблеток. Мошенники обманывают новгородских пенсионеров, прикрываясь названиями известных медицинских центров. Региональное правительство в Великом Новгороде Юрий Бобрышев попросил 3 новых детских сада в ближайшие 2 года, что ответил Андрей Никитин. Как правильно сажать советы от тех, кто сам сидит? Боровические заключенные поделились с нашей съемочной группой своими секретами грамотной пассивной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в суде началось рассмотрение уголовного дела об отрезанной голове. Речь идет об убийстве, совершенном 1 января в одном из домов на улице Псковская. В совершении преступления обвиняется Иван Бревнов. По версии следствия, в первый день Нового года он пригласил в гости знакомого. Мужчину выпивали, отмечая праздник, затем поссорились. В результате обвиняемый убил приятеля, нанеся ему несколько ножевых ранений, а затем, желая избавиться от тела, отчленил голову субутыльника и выбросил ее из окна на улицу. Свою вину подсудимый не признает. Кроме того, он выразил протест против своей видеосъемки, заявив, что это может испортить ему жизнь. Сегодняшнее судебное заседание будет посвящено представлению доказательства о обвинении. То есть будут допрошены свидетели, в том числе, возможно, какие-то очевидцы преступления и, по возможности, исследованы письменные доказательства. Сергей, отчлененную голову в пакете, видел своими глазами. Проходя под окнами квартиры, где произошло роковое событие, он невольно стал свидетелем дальнейших событий. Бревнов находился на балконе и кричал, помогите, вызовите полицию. Потом соседи выглянули с соседнего балкона. И он через балкон, балкон изстегленный, перелез в книги. Свидетель Васильев рассказывает, что до дня убийства видел соседа всего несколько раз, и тот особенно ничем не выделялся. Допрос свидетелей будет продолжаться и на следующем заседании 21 мая. Великий Новгород накрыла новая волна мошенничеств среди потерпевших, как обычно, в основном пенсионеры. Теперь пожилых людей обманывают, используя название солидных медицинских центров. Речь идет уже о сотнях тысяч рублей. Вот эти вот препараты принесла Любовь Леонтьевна. Это та пациентка обманутая, которая пришла с жалобой. И нам пояснили в магазине, что вот эти два препарата назначаются мужчинам от простатита. Обманутым бабушкам и дедушкам эти пилюли должны были, судя по всему, помочь излечить все болезни. Их стоимость для одной из пострадавших составила 200 тысяч рублей, в то время как розничная сеть предлагает цену в 10 раз меньше. Человек на другом конце провода интересовался благосостоянием и здоровьем пожилых, после чего проводил телефонный осмотр и ставил телефонный диагноз. Препараты тем, кто купился, доставили курьером. За его услуги дополнительно пришлось заплатить еще тысячу. Ну а остальные рекомендации, по словам мошенников, можно будет получить на Старорусском бульваре, дом 3. Здесь находится медицинский центр «Секреты долголетия», куда и обратились несколько человек. Медики в шоке. Докторов, которыми представлялись, мошенники. В числе их персонала нет, и БАДы здесь никогда не выписывают. Ни один доктор не может дать рекомендацию по телефону, не видя пациента, не зная его проблем со здоровьем. Потому что в средствах массовой информации мы прочитали, что пенсионеры там дышат в телефонную трубку, и врач делает назначение, якобы оценивая его состояние здоровья по дыханию. Это вообще полнейший бред. Сейчас сотрудники медцентра ждут 21 мая. Именно на этот день, по их информации, большинству пострадавших, часть из которых пока не подозревают, что они пострадавшие, назначен прием в 303 кабинете. К слову, в секретах долголетия такого нет, их здесь всего 12. Зато 303 кабинет есть в областном управлении МВД. Именно к сотрудникам полиции медики и рекомендуют обращаться всем, кто пострадал от действий мошенников. Пока информации о наличии подобных фактов в пресс-службе не подтверждают, но просят новгородцев не решаться на необдуманные дорогие покупки. Посоветуйтесь со своими более молодыми родственниками, знакомыми, близкими, друзьями. Они дадут вам дельный совет, возможно, уберегут вас от каких-то последствий. Ну а если у вас появились подозрения о том, что вы все-таки стали жертвами мошенника или вас обманули, неизмедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 или с мобильного 102. Сотрудники центра тем временем разместили сообщения о фактах мошенничества в социальных сетях и просят новгородцев провести беседы со своими пожилыми. И очень надеются, что больше на предложение купить чудо-таблетки по астрономической цене никто не откликнется. Наталья Савицкая, Голос Гивандзян, Новости, Новгородское областное телевидение. Ситуация с лесными и травяными пожарами сегодня на особом контроле оперативных служб и правительства области. Для мониторинга применяются самые различные силы и средства. Сейчас у сотрудников регионального диспетчерского управления горячая пора. Почти каждый день на территории Новгородской области проводится авиаразведка. Также на страже лесных пожаров 32 камеры видеонаблюдения, расположенные на вышках мобильных операторов. Проводится и наземное патрулирование. За оперативность в обнаружении и своевременном оповещении о возникновении лесных пожаров отвечают беспилотники. Всесторонний мониторинг дает свои результаты. В регионе значительно снизилось количество возгораний и их площадь. Тем не менее, в 2018-м лесные пожары тушили уже трижды. Три маленьких пожара. Два пожара у нас было от железной дороги в районе Анциферова, Хвонинского района. Один мы вынужили с самолета, а один от местного населения. И один пожар у дороги, это Любытинский район, Петровское лесничество. Ну тоже полгектара. Общая площадь у нас получилась 0,6 гектаров на три пожара. Глава региона отметил, что для более качественного мониторинга ситуации с лесными пожарами необходимо приобретать новую технику. Дальность полета беспилотника, стоящего на вооружении и диспетчерского управления, всего 7 километров. За 30 минут работы он способен охватить 16 гектаров. Этого недостаточно. В планах приобретения оборудования, дальность полета которого может составлять до 100 километров. Новые детские сады, ремонт дорог, выделение земли многодетным семьям. Основные вопросы сегодняшнего заседания правительства области. Оно было условно-выездным. Прошло в новгородской мэрии и в основном, разумеется, обсуждалось развитие столицы региона. Юлия Бабич с подробностями. Строительство насосной станции в Аркажах, расселение минимум 10 аварийных на сегодня многоэтажек и появление в городе красивого ЗАГСа. Градоначальник озвучил немало планов в различных сферах по развитию административного, культурного и экономического центра Новгородщины. Достижением Юрий Бобрышев считает оперативный старт ремонта дорог в этом году. Вместо традиционных июня-июля работы идут уже в мае. Позитивно оценил мэры качество прошлогодних. Было много критики в этом плане. Просто лишь бы поговорить. Снег, асфальт сойдет со снегом. Когда снег сошел, были проверки. Причем сообщительно, совсем ни один асфальт, ни один метр не сошел со снегом на тех дорогах, которые делали подрядные организации в прошлом году. Считает нужным Юрий Бобрышев возвести в городе в ближайшие два года три детских сада, чтобы снять вопрос с местами на ближайшие 15 лет. Глава региона Андрей Никитин идею поддержал. Но при двух условиях. Поступление дополнительных налогов от города и наличие экономически обоснованных проектов. Также, безусловно, мы три необходимых детских сада построим. По годам будем смотреть. Ну, то есть начнем в этом году. И до 2024 года, я думаю, мы все это реализуем. В два года, конечно, не получится, поскольку, ну, чисто по бюджетным планам, но и по срокам строительства крайне не хочется заходить в короткие стройки, которые потом очень сложно будет качественно сделать. С налогами у областного центра есть проблема – недоимки, с которыми нужно работать. И как стимул – те же новые садики. Говоря о здравоохранении, вице-губернатор Ольга Колотилова остановилась на больном для областного центра кадровом вопросе. По целевому набору от Организации Великого Новгорода сейчас обучается 111 студентов. В медиах в 2018 году планируется выход на работу 30 врачей. Также от области и дальше будет поддержка по обеспечению инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям. Приоритет территориям, где уже строятся и живут новгородцы. К слову, на сегодня есть реальная перспектива закрыть городскую очередь. Сегодня у нас есть возможность. Мы получили на определенных условиях федеральную землю в районе поселка Барки. И это позволит нам вот эта земля и реванш полностью ликвидировать ту очередь, которая сегодня в городе стопилась. То есть мы вот этот вопрос закроем раз и навсегда. Мы также будем постепенно дальше это благоустраивать, приводить в порядок. Обратил внимание глава региона на необходимость качественной подготовки мероприятий к 75-летию освобождения Великого Новгорода. Также члены правительства обсудили перспективы внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Этот проект должен систематизировать меры по улучшению качества работы среднеспециальных учебных заведений. Юлия Бабич, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение. Посевной сезон в самом разгаре. О секретах хорошего урожая знают не только дачники или профессиональные аграрии. Заключенные Боровического исправительного учреждения особенно разбираются в нюансах удачных посадок. Туда и отправилась наш корреспондент Серафима Корша. Подсобное хозяйство на территории лечебно-исправительного учреждения можно сказать процветает. Из 225 осужденных на производственных и сельхозобъектах трудится порядка 60 человек. В этом году планы на урожай большие. Более 4000 саженцев свеклы и капусты и 3000 огурцов. Кстати, в учреждении из года в год им уделяют особое внимание. Например, в 2016 году мы вырастили 13 тонн огурцов, которые в последующем засолили и поставили на потребность УФСИН России по Новгородской области. Нужно сказать, что самые ответственные из осужденных именно здесь, на участках закрытого грунта, а простыми словами в теплицах. И не случайно вся рассада заготавливается в парниковых условиях и лишь после передается для посадки на открытые участки. А еще необходимо следить за тем, чтобы постоянные жители теплиц также чувствовали себя хорошо. Это задача Алексея Наумова. Для того, чтобы вырастить по-настоящему вкусные огурцы, у него есть четкий алгоритм действий. Ну и народная мудрость. Терпение и труд все перетрут. Главное не лениться, не бояться работы. Пораньше встал, попозже лег. Час лето, час сезон, день, год кормит. Сегодня работаем, завтра лопаем. Впрочем, одними огурцами сыт не будешь. Поэтому на грядках уже поселились и другие овощные товарищи. Морковь, свекла и, конечно, немного зелени для вкуса не помешает. Главный секрет хорошего урожая – все делать с улыбкой и с душой. Ну и еще пару технических моментов, о которых сейчас нам расскажет Михаил. Михаил, расскажите, как правильно посадить лук, чтобы все в итоге вышло хорошо у нас? Опять же, изначально обрабатываем гряду, готовим лунки, обрабатываем удобрениями. Можно использовать компост, можно использовать навоз. Лунки у нас здесь уже готовы. Берем лучинку, смотрим, чтобы корешки. Предварительно лук замочен был у нас, обработан. Засовываем в лунку, прям вот засовываем. Глубоко? Нет, чуть-чуть, чтобы торчал хвостик. И засыпаем его аккуратненько. Придавливать нам не надо, глубоко не сажаем, чтобы быстрее появились сходы. И уже, я так понимаю, что через месяц урожай будет у нас на столе. Весь выращенный урожай попадает прямиком на кухню к поварам. Так что, таким образом, заключенные обеспечивают себя витаминами на весь год. Из Боровичей Серафима Корша, Савва Ушаков. Новости Новгородской областной телевидения. Главный судья отборочных соревнований молодые профессионалы высоко оценил их организацию проведения в Новгородской области. В России представители 47 регионов продолжают бороться за право участвовать в финале национального чемпионата. Алена Сувтина пообщалась с будущими ветеринарами и работниками туристической сферы. Все как на самом строгом экзамене. Полная тишина и ровно 5 минут на выполнение задания. В качестве педагогов сертифицированные эксперты. Задача, которую предстоит решить студентам, как никогда актуальна. Особенно для нашего древнего города. Придумать такой туристический продукт, который привлечет в российскую глубинку молодых путешественников. Впрочем, у этих ребят ответы уже продуманы. Сейчас развиваются квесты. Квесты это очень интересно, очень забавно. Квест это такая экскурсия в форме игры. Это очень познавательно. Ну и в то же время ты выполняешь задания, путешествуешь, смотришь достопримечательства города. Не менее напряженная борьба за путевку в финал идет и на площадках в компетенции ветеринария. Пока студенты осматривают животных и филигранно накладывают хирургические швы, посетители соревнований знакомят с современными технологиями исследования продуктов питания. Вот на первый взгляд творог чистый, без каких-либо добавок. И теперь ставим его в наш прибор. Включаем и можем наблюдать, что в синий. Сам творог, он ярко-желтого цвета. Это значит, что творог выполнен из качественного молока без добавок. А синий фиолетовый мерцание означает бактериальную загрязненность. К сожалению, в каждом магазине таких приборов не поставить. Но теперь школьники наверняка задумаются о качестве продуктов на прилавках. И возможно, захотят связать свою жизнь с сельским хозяйством и ветеринарией. Это еще одна цель проведения подобных чемпионатов. Вообще сельское хозяйство сегодня это такая сложная, высокотехнологичная отрасль. И вы видите, что очень много и хорошего там происходит. Но в то же самое время людей постоянно пытаются обманывать, подделывать что-то и так далее. И очень важно, чтобы были люди, которые способны вот эти подделки все отличить. Состязания для молодых профессионалов из 47 регионов страны в самом разгаре. Имена лучших станут известны в июне. Победители отборочного тура получат право поучаствовать в национальном финале, который пройдет на Сахалине. Глава региона выразил надежду, что среди них будут и новгородские студенты. Алена Сувтина, Галуст Гивандян, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Завтра будет отмечаться Международный день музеев. Как сообщили в Новгородском объединенном музее-заповеднике, все объекты показа начнут свою работу в 11 утра. И по традиции вход для посетителей будет бесплатным. А в Боровичах завтра и вовсе большой юбилей. Музей истории Боровического края отметит 100-летие. Решение об организации музея в Боровичах было принято в мае 1918 года. И это, как считают историки, неудивительно. Ведь как в самом городе, так и в уезде всегда было много имений и высокопоставленных особ. Поэтому спустя 100 лет музей истории обладает богатым фондом. Более 40 тысяч различных экспонатов. И это все не считая архивов, которыми до сих пор делятся те, чьи семьи когда-то покинули малую родину и переехали за границу. Это не только документы, это не только фотографии или семейные альбомы. Это предметы, это их награды, это их реликвии, которые символизировали их там пребывание именно как потомки русской эмиграции. Поэтому к своему юбилею Боровичский музей истории подготовил большую выставку. Она познакомит зрителей с редкими документами и, что самое главное, с архивными фотографиями, которые рассказывают о том, как жил город и сам музей последнее столетие. Также свое начало возьмет проект «Музейная почта». Благодаря ему любой желающий сможет отправить своим близким частичку боровичей. Открытки с изображением города можно будет приобрести в самом музее. Флэш-мобом отметили сегодня молодые новгородцы Всемирный день борьбы с гипертонией. На площади Победы Софийская подняли в воздух большое сердце и напомнили о предельно допустимом давлении. Более 250 человек и почти все студенты. Молодежь смеется. Ближайшие лет 30 гипертония им не грозит. Но бить по болезни профилактикой можно начинать и раньше. Особенно если это веселая и оригинальная затея. Просто наш техникум очень активно участвует в жизни нашего города и постоянно принимает участие в различных волонтерских мероприятиях. То есть основная цель это показать свою активную позицию или все-таки именно борьба с болезнью? Ну конечно и то и то, потому что мир не без добрых людей, мы пытаемся это доказать. Эти ребята часть дроби. Общей толпой участники выстраивают цифры 140 на 90, предельно допустимую норму артериального давления. Этой теме посвящен весь май в рамках проекта «12 месяцев здоровья». А привлечь внимание к борьбе с гипертонией решили через оригинальную визуализацию. В рамках проекта «12 месяцев» мы стараемся найти нестандартный подход к профилактическим мероприятиям. Мастер-классы, флеш-мобы. То, что может немножко раздвинуть вот такие вот обычные рамки просветительских лекций, семинаров, уроков в школе. Что-то большое. По правилам флеш-мобы у его организаторов и участников должно быть здоровое, а главное большое сердце. Именно такое стало символом сегодняшнего праздника. Цифры предельной нормы давления были видны даже с высоты птичьего полета, особенно пассажирам воздушного шара. В разгар флеш-мобы аэростат взлетел ввысь, а новгородцы еще долго любовались гигантским сердцем на фоне ясного неба. Это все на сегодня. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды на пятницу, 18 мая. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова